Адам – духовная конструкция. Адам решон в переводе с эврита означает «первый человек». Адам – человек, решон – первый. Причем речь идет не о физическом человеке. Адам решон с точки зрения кабалы представляет собой духовную конструкцию, состоящую из большого-большого количества частей, то есть желаний. Изначально эти части были связаны между собой и работали на целое желание, то есть на Адама, точно так же, как клетки тела работают на весь организм. Что их объединяло? Высшая сила, сила единства, отдачи, любви или же Творец. Затем, по мере развития эгоизма, то есть когда каждая частичка начала ощущать только себя, эти части, желания, начали отдаляться друг от друга. Одна душа под названием Адам разбилась на множество осколков, которые упали в наш мир, то есть в реальность, которую мы называем наш материальный мир. В нем желания не только разделены эгоизмом, но и нашими биологическими телами, самым грубым довеском эгоистической материи. Чтобы восстановить систему Адама, да не просто восстановить, а вернуться в нее, Творец в материальном объекте под названием Человек оставил маленькую частичку высшего света. Она называется Точка в сердце или Искра Творца, Искра Любви, зовущая человека вверх. Она есть в каждом человеке, в каждом, но в одних пробуждается сейчас, а в других еще пробудется. И тогда человек поймет, что наступило и его время возвращаться домой, в это единое желание, которое называется Адам. И что для этого надо соответствовать этому желанию, то есть быть таким же, как и он, отдающим, любящим. Именно для этого творение и развивается. По трем этапам. Три этапа развития творения. Первый этап – неосознанный, в котором до сих пор находится большая часть людей. В них не проснулась еще Точка в сердце. Что поделаешь? Они автоматически реагируют на желания, которые в них возбуждаются, и также автоматически их реализуют. Второй этап – частично осознанный. Здесь Точка в сердце уже начинает проявляться в человеке. Человек начинает понимать, что он не властен над своей природой, что лишь окружение возбуждает в нем те или иные мысли, желания и, как следствие, поступки. И вся свобода воли состоит в выборе правильного окружения. Третий этап – духовный уровень, когда Точка в сердце уже проявилась вовсю. И все желания используются человеком ради общества, ради высшей силы природы, объединяющей всех. И есть уже у человека понимание, что только две силы развивают человечество. Сила Творца – объединение, интеграции и эгоистическая сила – сила творения. Эта эгоистическая сила, настоящая, мощная, возникла не на пустом месте. Она развивалась в нас с помощью эволюции желаний. Эволюция желаний. Вся человеческая история – это процесс роста желаний или роста эгоизма. Эпоха первобытности. Это уровень неживой природы. В человеке доминируют базисные желания – еда, секс, семья. Эпоха цивилизации или древности. Это растительный уровень. Когда в людях доминирует желание к богатству. Период средневековья. Животный уровень. Здесь уже превалирует желание к власти. Новое время – рождение цивилизации личности. Вот уже проявляется мощное желание к знанию. Это период географических открытий, научной революции, ренессанса, когда человек в центре внимания. Ну и наше время. Время интегральности. Когда в массах возникает желание постичь смысл жизни. Единый закон мироздания. Человек способен реализовать это желание, если преодолевает свои эгоистические свойства. Поднимается над ними. Вот здесь-то и необходимо добавить новый, самый важный термин – намерение. Именно оно придает желаниям, чувствам и эмоциям правильный вектор. У нас нет плохих или хороших желаний, свойств. Есть только возможность использовать их во вред другим или наоборот. То есть, с каким намерением я это делаю? Вот в чем вопрос. У человека есть природное намерение – жить только для себя. Кстати, наши животные инстинкты – пища, секс, безопасность, семья – не эгоистичны. Они ничем не отличаются от желаний животного мира. Настоящий же эгоизм проявляется в группе именно тех людей, которые стремятся к объединению. Когда они хотят достичь свойства отдачи, любви, свойства творца. Чем больше противоречия и разногласия между такими людьми, тем они будут более близки, когда смогут построить правильное намерение. То есть, использовать свой эгоизм для того, чтобы приподняться над ним ради более высокой цели. Надо нам четко уяснить – намерение – единственное наше действие. В духовном мире воспринимаются только наши намерения бескорыстной отдачи. Но запомните, чтобы приблизиться к правильному намерению, нужно правильное окружение. Влияние окружения. Наука Каббала говорит, что вся свобода выбора человека лишь в том, чтобы подставить себя под влияние хорошего общества. Изменить намерение может только высшая сила. А вот подготовку к этому изменению, мысли и правильную реакцию на чувства, эмоции может дать лишь окружение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова